Мейн-Куны Мейн-Куны – дружелюбные питомцы, которые легко адаптируются к разной среде, любят быть с людьми и имеют привычку следовать за хозяином, но их не назовешь навязчивыми. Они сохранили навыки мышеловов, игривы, ласковы, умны и их легко обучать. Как правило, даже во взрослом состоянии они любят играть как котята. Как вы уже догадались, сегодня поговорим о породе кошек Мейн-Кун. Некоторые люди путают Мейн-Кунов с рысью из-за их больших размеров. Самки Мейн-Кунов могут достигать веса в среднем от 4 до 7 килограммов, а самцы от 6 до 8 килограммов, но могут весить и больше. Многие считают Мейн-Кунов самой крупной породой кошек, однако они находятся где-то между норвежскими лесными кошками, которые весят около 7 килограммов, и породой Ragdoll, которые могут достигать веса до 9 килограммов. Название кошек Мейн-Кун связано с штатом Мэн в США, где они появились. Согласно одной ненаучной версии, Мейн-Куны стали результатом скрещивания полудиких кошек и енотов. По другой теории, Мейн-Куны являются потомками шести домашних кошек, которых королева Мария Антуанетта перевезла в штат Мэн, когда планировала бежать из Франции во время Французской революции. Более правдоподобная версия, однако, состоит в том, что пушистые питомцы произошли от скрещивания короткошерстных домашних кошек и длинношерстных кошек, которых привезли в Америку викинги. Генетическое тестирование показало, что Мейн-Куны являются потомками норвежских лесных кошек и загадочно вымершей домашней породы. Мейн-Куны способны переносить суровые зимы благодаря развитию у них таких особенностей, как большие лапы с пучками волос между подушечками, которые служат им снегоступами, а также пушистому и толстому хвосту, который они оборачивают вокруг тела, когда им холодно. Коронной чертой Мейн-Кунов является густая, отталкивающая воду шерсть, которая длиннее в области живота, воротника и боков. Эти участки помогают Мейн-Кунов сохранять тепло, когда они сидят или идут по снегу или льду. На плечах у них более короткая шерсть, что позволяет им проходить по лесу, не цепляясь за ветки и кусты. Мейн-Куны обычно ассоциируются с кошками коричневого окраса, как у енот. На самом деле они бывают разных окрасов и рисунков, включая дымчатый, кремовый, макрель и черепаховый. Но согласно стандартам ассоциации любителей кошек, не признаются породы с лиловым, шоколадным и сиамским окрасом силпоинтс, так как это говорит о гибридизации. Рекорд самой длинной домашней кошки принадлежал восьмилетнему Мейн-Куну Стьюи до того, как он умер от рака в 2013 году. В полностью вытянутом состоянии его длина составляла 123 сантиметра от кончика носа до кончика хвоста. Кот Вильвет, формально являющийся Мейн-Куном наполовину, которому 1 августа 2015 года исполнилось 26 лет, является старейшим котом в мире согласно книге рекордов Геннесса. Возможно, это связано с их густотой, водоотталкивающей шерсткой, но по какой-то причине Мейн-Куны любят воду, в то время как другие коты стараются держаться подальше от водных процедур. У Эрнеста Хемингуэя, большого любителя кошек, были Мейн-Куны с шестью пальцами. На ранней стадии развития породы у Мейн-Кунов часто была полидоктилия, то есть они рождались с лишними пальцами на лапах. Некоторые эксперты подсчитали, что у примерно 40% первых Мейн-Кунов была эта особенность. Она появилась благодаря генетической мутации, которая помогла этим кошкам использовать свои лапы в качестве снегоходов во время заснеженных сил. Но благодаря развитию ассоциаций кошатников, которые дисквалифицировали кошек с полидоктилией от участия в выставках, эту характеристику стали считать нежелательной, и количество Мейн-Кунов с шестью пальцами постепенно уменьшилось. Цена котят породы Мейн-Кунов, как правило, составляет от 30 до 80 тысяч рублей, или от 800 долларов или евро. Котят лучше всего покупать в питомниках, где занимаются именно этой породой.